Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! На территории Карабаха остаётся ещё очень большое количество мин и боеприпасов, рассказал директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян. Только в городе Ханкиндимы с 27 сентября обнаружили и обезвредили примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, сообщил он РИА Новости. По словам Месропяна, в ходе поисков боеприпасов после недавнего конфликта в Карабахе, группы разминирования встречают и оставшиеся со времён Первой Карабахской войны взрывоопасные предметы. «Работы нам хватит ещё лет на 15-20, а может и больше», – добавил он. Отметим, что на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жителей страны с Новым годом и Днём солидарности азербайджанцев мира. 2020 год останется в истории как год нашей славной победы. Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. «Эта победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это историческая победа. Мы восстановили историческую справедливость», – заявил он. Алиев говорит, что Азербайджан ослабил Армению своей политикой. «Посмотрите сейчас на энергетические, транспортные, коммуникационные карты Евразии. Все эти пути, соединяющие страны, проекты, которые приносят большую пользу странам, прошли в обход Армении. Кто это сделал? Мы, несмотря на давление», – отметил президент. По словам Алиева, Баку развеял в пух и прах представленную Арменией фальшивую историю. «Все убедились в том, что армянский народ живёт в Карабахском регионе всего лишь последние 200 лет. По его словам, война, продемонстрировавшая мощь, непоколебимую волю и единство Азербайджана, осталась позади». Также стоит отметить, что Азербайджан начал строительство железной дороги в рамках проекта транспортного коридора, который должен пройти через территорию Армении в Турцию, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. «В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Городиза до Зангелана. ТО – техника и экономическое обоснование. Проекта уже готовится. Я считаю, что строительство этой железной дороги займёт максимум два года», – сказал Алиев. По словам азербайджанского лидера, до открытия этой железной дороги грузы будут доставляться до Городиза по железной дороге, а оттуда через территорию Армении в Турцию грузовыми автомобилями. «Я уверен, что мы уже можем начать поставки грузов из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахичевань, а также в обратном направлении», – сказал Алиев. Создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделённой от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе. Нахичевань, в свою очередь, имеет небольшой участок границы с Турцией, на котором уже функционирует автомобильный мост через пограничную реку Аракс. Транспортный коридор через Армению будет находиться под охраной пограничников ФСБ России с 1990-х годов, участвующих в охране границы страны с Турцией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok